Девчонки, всем огромный привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня будет видео про пустые баночки. Я знаю, что вы очень любите эту рубрику, поэтому я вас всех приглашаю к просмотру. И поехали! Сразу извиняюсь за лишние шумы, которые я буду происходить, потому что все банки у меня лежат вот в таком вот слофановом пакете. Итак, пойдемте с первой баночки. У меня закончился крем подтягивающий для тела от Organic Shop Body Dessert. Вот в такой вот огромной большой банке, в которой было, по-моему, 450 мл. И этот у меня крем идет с ароматом капучино, карамели, в общем, что-то такое кофейное. Крем выглядел коричневый, вы все уже его видели. Я вам много раз показывала его в различных фаворитах. И вообще эти банки у меня всегда попадали в фавориты. Очень мне нравятся эти крема от Organic Shop. Очень хороший большой объем. Покупала я еще его по очень выгодной цене. Он, конечно, не подтягивает, ничего он такого прям волшебного не делает. Но он очень классно питает вашу кожу. Она такая напитанная, упругая становится. Опять же, не в смысле того, что прям она вся натянутая. Но просто упругая, такая пропитанная, хорошая кожа становится. Нет каких-то обвислостей. Вот, поэтому мне очень нравится. Аромат у него был дико приятный. Поэтому, девчонки, тоже обратите внимание. Очень классные вещи. Следующий продукт это пена от Organic Shop. Это у меня сладкая ваниль. И вы знаете, это у меня уже вторая пена. Первую я когда-то пробовала, может быть, чуть меньше года назад. Мне очень она понравилась. И она сейчас даже достаточно бюджетно стоит в районе 150 рублей. При хорошем ее объеме 500 мл. Поэтому прям тоже советую. Я такие пены очень быстро убиваю. Потому что в последнее время, даже это зимой, принимаю ванну прям каждый день. Для меня это какой-то ритуал уже стал. Не могу без ванны. Поэтому я ее, наверное, раз за 6-7 прям полностью доиспользовала. И безумно довольна. Присмотреть. Следующий продукт это был вот такой вот гель для ванны от Avon Senses. Называется он Зимнее волшебство с ароматом малины и яблока. Безумно приятно пахнет этот гель. Очень классный аромат. Но он, как видите, такой прям красный-красный. И, конечно, немножко смущает вас такой красный цвет. И причем, если он где-то на ванне останется, он застывает вот этими каплями. И как будто, я не знаю, как бы это назвать. Но даже не эстетично как это называть. Но, в общем-то, как-то выглядит просто немного странно. Но меня это как бы только смущало. Может быть, первые два применения. Потом я привыкла, мне уже стало все равно. Поэтому мне безумно понравился. Классный гель. Опять же, из-за этого аромата я прям готова все ему простить. Это была лимитированная коллекция зимняя. И, да, я знаю, что девчонки мне вышли в посылках такой гели. Я прям очень-очень счастлива. Поэтому я это с удовольствием быстренько использовала. И еще, девчонки, у меня закончилось вот такое мыло. Тоже из этой же линейки. Aven Senses. Новогодняя коллекция. Зимнее волшебство. Мыло тоже, как и гель. В принципе, совершенно два одинаковых продукта. Вообще, мне кажется даже, что это и был один продукт. Просто разлит в одну баночку из-под мыла, а другую баночку из-под геля. А так, совершенно два одинаковых продукта, которые мне очень сильно понравились. И я готова их повторить. Но, к сожалению, ну, наверное, их не найти. Еще закончилась у меня вот такая одна баночка. Тоже от Organic Shop. В этот раз бананы Милкшейк. Это восстанавливающий крем для тела. Опять же, он не подтягивающий. Он, да, он восстанавливающий именно в плане питания кожи. Кожа потом очень нежная. После него гладенькая. Был вот такой, знаете, кремового бананового, такого желтоватого цвета. Безумно приятно пахнет. Я этот крем обожаю, обожала и, наверное, все-таки буду покупать. Даже несмотря на их неустоимость сейчас, когда они стали, опять же, дороже, повторюсь, все равно прям обязательно повторю. Девчонки, вам тоже советую. Очень-очень классный продукт. Дальше у меня закончилось вот такое молочко от Organic Garden. Это легкий крем для тела. Обновляющий. Натуральный экстракт 100% земляники. Девчонки, это потрясающее молочко. С потрясающе долгоиграющим ароматом, который я обязательно повторю. По-моему, стоил в районе 150 рублей. Он очень классно работает, классно увлажняет. И запах его я так долго на себе ощущаю. Причем он меня не перегружает. Прям вот это молочко, вот прям вот очень крутое. Она попадала в мои фавориты. И у него очень удобная... У него очень удобная помпа-дозатор. Сейчас нажала, а оказывается, там еще есть молочко. Мне очень понравилось это сочетание клубники и ванили. Точнее, не клубники, а земляники и ванили. И, знаете, такой парфюмированный какой-то приятный аромат. В общем-то, прям осталось довольно, девчонки. Всем вам тоже могу посоветовать такое молочко. Закончился вот такой двухфазный флюид. Это у нас от Индика Ви Косметик. Для снятия макияжа банана Черника. Очень хороший такой флюид. Опять же, из линейки натуральной косметики. С замечательным, потрясающим составом. Мне этот продукт очень понравился. В нем у нас было 100 мл. По цене он достаточно бюджетный. Где-то в районе 300-250 рублей. Немножко может пощипывать глазки при смывании именно туши и каких-то средств с глаз. Но если вы умываете лицо, то вообще замечательно. Помогает, очищает. Он не особо для меня пах бананом и черникой. Какой-то такой непонятный смешанный аромат. Но приятненький такой, натуральный. Поэтому классный тоже продукт, девчонки. Посмотрите, обратите внимание. Закончился у меня вот такой продукт от Ниве. Это было нежное средство для удаления макияжа с глаз. 125 мл. Он подходит для чувствительной кожи, как здесь заявлено, для сухой и т.д. и т.п. Да, действительно могу вам сказать, что подходит. Даже мои чувствительные глаза с этим средством ни разу не щипали. Макияж смывался отлично. Мне очень понравилось это средство. Обязательно его тоже повторю. Хороший флакончик такой. В общем, приятно и в ручке его держать, и с собой куда-то удобно брать. И надолго, между прочим, хватило. Достаточно буквально раза два опустить вам флакон на ватный диск. Ватный диск уже хорошо пропитывается и прекрасно удаляет макияж с двух глаз. Поэтому, правда, четкий супер вещь. И достаточно недорого. Стоит, по-моему, в районе 200 рублей. Закончили сразу три скраба. Первый, это, наверное, самый недавний мой скраб. Это у нас из линейки Beauty Cafe. Мятный шоколад. Шоколад с мятой. Очень приятный скраб. Очень мне безумно понравился. У него была такая заглушка. Он был вот такого коричневого цвета. Сейчас, конечно, не очень красиво это выглядит, но уж извините. Вот, очень классный, очень крутой. Хорошо скрабит. Прекрасный, потрясающий аромат у скраба. Действительно такой мятно-шоколадный. Такой прям вот невероятно крутой. Но настолько маленький, что хватило мне его, может быть, раза на четыре. Ну или на пять. Как я его только не экономила. Все равно очень быстро он у меня ушел. За счет его маленького объема. Может быть, я повторю его по скидкам. Именно по скидкам. Так, скорее всего, вряд ли буду заказывать. Все-таки немножко дороговато, повторюсь, цена для такого маленького объемчика. Но скраб крутой, девчонки. Дальше у меня закончился вот такой скраб от Savonry. Клубничный мусс. Это 100% натуральный сахарный скраб. Идет с экстрактом клубники, маслом карите, жжаба, кокоса и оливы. Я вам могу сказать так. Я их раньше безумно любила. Эти скрабы были мои самые любимые. Я как-то работала с этой маркой несколько лет. Я безумно-безумно любила и люблю до сих пор Savonry. Но скрабы эти, ну просто, это прям вот фаворитищи мои были. Вот сейчас могу вам сказать, что немножко, наверное, вкусы все-таки у меня меняются. Или, может быть, просто кожа не требует такого питания, как дают эти скрабы. Потому что они очень маслянистые, прям чересчур. И мне немножко дискомфортно вот с этим вот маслянистым эффектом долго ходить на коже. Даже потом как-то чувствую, что вот одежда как-то вот даже маслом пропитывается. То есть кожа не впитывает до конца это масло. Но девчонкам с очень сухой кожей вот такие скрабы, это прям спасение для вас. Это действительно идеальный вариант вот такого скраба. Он шел такой, знаете, розово-такой розово-насыщенный. Ну не насыщенный, но розового, такого нежного цвета. Такой прям сахарный, хорошо скрабирует. И вы прям даже когда берете его на руку, вы чувствуете, какой он маслянистый. То есть после него никаким молочком, никаким кремом вообще забудьте. Этот скраб вам дает тройное увлажнение на вашей коже. Поэтому как вещь, как скраб работает потрясающе. Но просто моя кожа вот не воспринимает слишком много масла. Поэтому, скорее всего, наверное, может быть, до следующей зимы точно не повторю. А там уже посмотрим. И еще один скраб от Фаберлик. Это у нас был малинный белый шоколад. Шлифующий скраб для тела. Вот именно как шлифующим я его и могу назвать. Такой прям розово-джемовой консистенции. Все вы, наверное, уже его пробовали. Кто не пробовал, вот такая вот розовая консистенция. И такие маленькие-маленькие частички такого мелкого помола. В принципе, на лето вот такой скраб идеальнейшее средство, чтобы не травмировать кожу и сильно не сдирать загар. Но он очень неэкономичный. Он очень жидкий и как-то чересчур выливается, что я не знаю. Но запах у него потрясающий. Поэтому, может быть, на лето я обязательно такой скраб повторю. Зимой уже точно повторять не буду. Зимой я больше люблю такой шлифующий, хороший, прям такой скрабирующий уход. Так, дальше с вами пойдем по гелю. У меня их тоже сразу три. Первый мой любимый и мой фаворит из фаворитов. Это у нас от Ифраше Жордан Дю Монт. Бразильский кофе. Потрясающий гель для душа. Напоследок я его сейчас понюхаю. О, боже. Это Испания. Нет, просто я его как-то с собой брала в Испанию, когда ездила, когда летала. И вообще этот аромат прям вот для меня, прям Испанию напоминает. Не знаю, прям люблю его. Вот, классный гель для душа. Очень нравится. Очень нежный, комфортный, питательный. Такой вот он прям вот согревающий какой-то. Я не знаю, как будто вы утром вот кофе себе завариваете. Ну, все, наверное, пробовали эти бестселлеры от Жордан Дю Монт и Фраше. Поэтому долго на нем останавливаться не буду. Обязательно еще повторю тысячи таких гелей. И вам тоже советую. Дальше тоже последняя новинка каталогов и берлик. Опять же, мята-шоколад. Вместе с этим скрабом, который я вам уже показала, я их использовала. Потрясающий гель. Тоже приятно пахнет. Дает такую нежную, приятную, комфортную пену. Очень понравился. Гель тоже обязательно повторю. Но тоже знаю, что девчонки мне такое высылают. Поэтому этот я использовала достаточно быстренько. Знаю то, что второй у меня уже будет скоро в моих ручках. И вот такой вот гель. Я еще попробовала этот гель от Камей. Гель для душа. Бодрящий аромат, который освежает кожу с грейпфрутом. Очень приятный аромат. Я бы такой гель повторила на лето. Он действительно такой цитрусовый, заряжающий. Такую пену прям хорошую дает. Я первый раз, кстати, попробовала гель от Камей. Мне его высылала Кристина. Кристина, спасибо тебе огромное. Очень понравился. Очень классный. С удовольствием такое повторю летом, либо по весне, когда захочется чего-то сочного. Из декоративного продукта у меня закончилась вот такая моя любимая тушь. Это у нас Maybelline Drama в оттенке Medium Brown. Мне очень понравилась. Очень крутая. Единственное, что, опять же, повторюсь, много у нас было разговоров по поводу вот этой вот круглой щетки. Которая не очень удобная. И я тоже к ней долго привыкала. Но, девчонки, уже настолько привыкла, что закрывая на это глаза, у меня такая уже вторая. Все вы у меня ее уже видели в покупках, во влогах. Поэтому прям тоже подружилась с ней. Любовь у нас все сложилась. И, девчонки, кто тоже хочет подружиться, могу посоветовать. И два последних продукта на сегодня. Это два продукта от L'Occitane. Они у меня были в нескольких вариантах. Я их очень-очень экономила, несмотря на то, что они такие малышечки. Но все-таки. Вот такой вот крем. Это Вишневая принцесса. Это лимитка еще 2014 или 2000 какого-то там года. Я не помню. По-моему, 2014. А может, я сейчас ошибаюсь. Или 2013 вообще. В общем, очень классный крем. Он такой был легкий-легкий-легкий. И у меня уже был такой не один. Я прям его вот очень экономила, потому что это была моя самая любимая лимитка. Именно из вишневой линейки L'Occitane. Потрясающий крем. И очень жалко, что он только в маленьком объеме был. И вот такое вот молочко, которое было в большом объеме. И у меня было. Я его очень быстро использовала. Вот это я как бы хранила как дорожный вариант. Тоже Вишневая принцесса. Он очень легкий. Такой очень тоже нежный. Какой-то бархатистый эффект дает на коже. Безумно понравились. К сожалению, закончились. Тоже прощаюсь я с ними. Больше я таких вот не увижу баночек. Очень жаль, что L'Occitane выпускает классные именно продукты в лимитках. Но ничего уже с этим не поделаешь. Поэтому, девчонки, да, крутые продукты. Ну вот, мои дорогие, на этом все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. В последнее время у меня, правда, накапливается очень много пустых баночек. Не знаю, с чем это связано. Может быть, я как-то активнее чем-то начала пользоваться. В общем-то, спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно пишите свои комментарии. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И кто еще не подписан на меня, обязательно подписывайтесь. А я всем желаю удачи, хорошего настроения, позитива, улыбок на вашем лице. Обнимаю вас и целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok